Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Антоха Играет. Продолжаем проходить Mass Effect Legend Reddition. И... И у нас на повестке дня сегодня побочные квесты. Наш бравый капитан Шепард не может пуститься в погоню за негодяем Сареном. Сареном, если срочно его задница не мотанется в другие уголки галактики. Вот опять что-то не так у нас. Капитан, это Адмирал Хеккент. Ваш пилот только что передал мне рапорт по делу майора Кайла. Так это в прошлый раз было. Мы послали команду, как вы и сказали. Честно говоря... Все, мы молодцы. Мы послали команду, как и сказали. А теперь выйди, пожалуйста, из всех звездных систем. Вот так. Ну что же. Капитан Шепард не может выполнять задание, если срочно, срочно не сделает что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь ужасное. Так, найдите свидетельство сражений. Найден Соларианский артефакт. Вы нашли Соларианский артефакт. Продолжайте искать остальные. Не понял. Разыскивается человек. Сообщение о розыске. Человек по имени Город. Разыскивает своего брата, который... Так, это понятно. Цитадель. Вот. Пропавшая разведгруппа. Ну-ка. Найдите пропавших. Вот, все. Вот это будем делать. Пропавшая разведгруппа. Что же у нас тут... Как это все звучит? Пропавшая разведгруппа. А, так... Нет, подождите. Вот так. Вот. Согласно последним видеоданным, с разведгруппой, отправленной скоплением Гаммы Аида, недавно была потеряна связь. Отправляйтесь в скопление Гаммы Аида и выясните, что с ними произошло. В систему Антея в скоплении Гаммы Аида и найдите пропавшую разведгруппу. Так. Гамма Аида Антея. Гамма Аида Антея. Гамма Аида Антея. Я забуду просто иначе. Гамма Аида Антея. Гамма Аида Антея. С ума сошел, что ли? Так. Гамма Аида Антея. Гамма Аида Антея. Сейчас найдем. Сейчас, сейчас. Нет, не найдем. Та, вон термиды... А, во! Есть контакт. И теперь что нам надо? А, Антей. А там Антея написано. Тут мужской род, там женский. Да, ну какая уже по разнице. Фари...нато. А, это две системы в этом созвездии, две системы. Нет, нам вот сюда надо. Полетели! Ну что же. Как там квест называется? Пропавшая разведгруппа? Капитан, срочное сообщение от командования Альянса. Включаю. Шепард, это адмирал Хеккет из командования Альянса. У нас возникла проблема, и только вы можете с ней справиться. Да, только мы? А если весь звездный флот послать? Весь звездный флот справится? Или только Шепард? Вот у меня вопрос такой. Щепотку Шепарда насыпьте мне на шерсть! Что именно вам нужно, адмирал? Проблема возникла на учебном полигоне Альянса, где мы проводим учения и тестируем новые оружия и технологии. Один из компьютеров, которые мы используем для симуляции тактики противника, перестал выполнять команды. Он не поддается контролю. О! Попахивает сюжетом фильма Kill Command. Вы хотите мне сказать, что этот компьютер научился мыслить самостоятельно? Гребаный сканет. Мы не идиоты, Шепард. Это виртуальный интеллект, а не настоящий ИИ. Он не осознает себя как личность, и у него нет доступа к внешним системам. Мы не делали ничего незаконного. Поддержка виртуального интеллекта очень важна для успешных военных действий. Он обрабатывает тысячи рапортов и реагирует в течение нескольких наносекунд. Люди на это не способны. Нам нужно, чтобы вы пробрались через полигон к ядру ВИ и отключили его вручную. А отключить его дистанционно вы не можете? Безаварийные системы не отвечают. ВИ действует в закрытой сети. Он не может повлиять на внешние системы, но прямого доступа к его процессам у нас нет. Мы могли бы сбросить бомбы с орбиты, но тогда урон всему комплексу будет катастрофическим. Кто-то должен отключить ядро, и мы бы хотели, чтобы это были вы. Я знаю, что спектры отчитываются перед Советом, но вы все еще человек и состоите в армии Альянса. Сейчас вы нужны нам. ВИ контролирует все оружие. Всех дронов и автоматизированные системы защиты. Шефард, только вы можете справиться с этим заданием. Удачи! А-ха! А-ха! Ну, реально, этот Kill Command, да? У меня на канале лежит обзор на роботов из этого фильма. Хар... Харбринген... Харбрингер роботикс. Вемаль... Плоба... Эдмос... Гунидор... Требин... Вот когда я придумаю название планет для какой-нибудь дурацкой книжки, все такие, фу, Антон, ну что это за название планет? Что ты придумал какая-то? Абгдыёшь. Вот, заходим. Вемаль. Все, Вемаль на полностью... О боже мой, это же Mass Effect. Вемаль, планета Вемаль. Плоба. Вот так, хорошо. Куда нам высаживаться-то? На Гунидор? На Гунидор? Нет. На Гунидоре музыка играет. Но нам туда не надо. На Требин? Требин, да. Нам на Требин. Небольшая лишенная водоема планета. Климат достаточно мягок. Нехватка воды. Стало препятствием на пути развития биосферы. Корпорация Экзогений провела недавно тестовое столкновение от неночной ледяной кометы с поверхностью планеты. Это стало первым шагом по существованию долгосрочного плана по увеличению разведгруппы, находящейся на поверхности. Все, четко. Так, ладно, мы сейчас все... Тут можно что-то разведывать где-то. Нет, здесь можно просто читать. Читать я сегодня не в настроении. Эдмос. Ближе всех к местной звезде вращается. Разведаем. Обнаружено месторождение газа. В процессе сканирования планеты Эдмос вы обнаружили высокую концентрацию водорода. Пойдет. Водород-газ полезный в технических процессах, но взрывоопасный. Так, на орбите планеты Плова был обнаружен странный объект. Тали вместе со старшим инженером Адамсом попытались выяснить его происхождение. Внутри они нашли одну из записей матриарха Дилинаги. Че за Дилинага, Дилинага? Вот так вот у нас расшифровывают записи на корабле. Так, а здесь у нас что тоже разведать? Обнаружен редкоземельный элемент. В результате сканирования, проведенного с орбиты, вы обнаружили крупное месторождение урана. Ничего себе. Ничего себе. Так надо его обогащать срочно в ядерную ракету и пиу-пиу лазеры устраивать. А, нет, вот самая ближайшая к звезде. Агеко. Агеко. Планета Агеко. Так, хорошо. Ну все, высаживаемся и ищем на Трэбине пропавшую разведгруппу. Сейчас наша Нормандия. Ну, чем дальше в лес, тем меньше меня, конечно, начинает все это раздражать. И вроде как даже начинает захватывать. Надо было в момент релиза играть. Тогда, согласен, это был бы шедевр. Так, кто у нас, значит, ходил? Барбулятор у нас прокачанный. Кальмар. Кальмар. Ну и давайте Гаррус Вакириан. Мы не придумали ему прозвище, поэтому возьмем его с собой. Может, в процессе он что-нибудь как ляпнет и сразу прозвище к нему прилипнет. Без прозвища в отряде я не могу. Пока всех по имени и отчеству назовешь, да на вы, да не соизволите ли сударь за укрытие залечь. Это долго все. А так, кальмар! Все, все сразу понимают, о чем речь. Позывной, понимаете? Позывной. Позывной должен быть коротким, типа. Копыта. Ступня. Буй. Мир. Йод. И еще одно слово из трех букв. Понимаете, да? Потому что если у вас позывной супер-мега-титанополиуретановая ступня, то это в эфире очень долго говорить. Чем короче, тем лучше. Относительно позывных, относительно органов тела, особенно у мужчины, то, конечно, лучше подлиннее. Ну, стандартно. Ладно, все, проехали. Так, изучаем карту. Я оглядывался. Мне очень понравился ландшафт. Ландшафт очень красивый. Ну, все, поехали на первый вопросик. Ну, слушайте, красивая пустынька. Красивая пустынька. Мне нравится. Красивая пустынька, пустынька. Мне нравится, как выглядит пустынька. А я люблю пустыни. Не знаю, тусоваться я бы там не стал, но вот выглядят очень притягательно. Не знаю почему. Потому что, наверное, это сорванный голос степей. Молотом старым стучит у виска. Лишь один суховей правит безжизненным морем песка. Что-то такое, в общем. Как-то так. Вот мы уже и в зоне нашего полигона. Но мы возьмем чуть правее. Мы возьмем чуть правее. Потому что нам интересно сначала вопросик исследовать. Залезем на гору. И осмотримся с горы. Так, ага. Зона интереса, если честно, пустая абсолютно. А вот тут какой-то объект лежит. Нам точно к этому объекту. О, это какая-то типа капсула, да, посадочная? Ну-ка пешком обследуем. Что по этому поводу думает кальмар? А что думает гарус? Ага. Ну, барбулятор лучше всех думает по этому поводу. И глент. Ну, глент немного не в тему всегда, что-то несет. Дошифровка. Найти артефакт. Оп-оп-оп, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы здесь проскочим, как скользкий утюжок. Скользкий утюжок. Вот так, вот и проскочили. Найдена таурианская эмблема. Следов выживших не обнаружено. В капсуле ничего нет, за исключением истрепанного флага, на котором изображена эмблема колонии Неменис. У нас как раз таурианец в команде. Что он думает по этому поводу? Всегда готов помочь. Отлично. Забирай флажок тогда и все будет ок. Забирай флажок, все будет ок. Так, все, здесь мы потусовались. Теперь срочно поехали на обломки. Сначала изучим все, что неинтересно. Да... Да едь ты в мышь нормально. Господи, как ты тупой управление этим драндулетом. Ну что там? Глиста в скафандре. Нас атакует глиста в скафандре. Уворачиваемся. Воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я еще так и подумал, что здесь, может, глиста нападет. Потому что в прошлый раз глиста нападало при точно таком же раскладе. Э-э-э-э. Но мы уже поднаторели в сражениях с глистой. Пушка, пушка, пушка. Ну где пушка-то? Пушка, не сушка. Стрелять-то будем, нет? Так, не попал. А, он меня подбил все-таки. Он меня подбил из-за рукожопа управления. Почему нельзя поставить БТР, пушку на бок, а ехать вперед? То есть вы должны все время целиться мышкой, а БТР ваш едет в мышку. И подруливать, когда еще и стрелять надо, это вообще очень бесполезное, если честно, я вам скажу, мероприятие. Что, опять сначала, что ли? Да вы контужены, а, серьезно? А что автосохранение после... Почему нельзя автосохранить игру после выполненного задания на маркере? Ну серьезно. Ну серьезно, ребята, посмотрите в окно. Там 2021 год. Ну в окно не обязательно. Можете как Шуфутинский на календарь посмотреть, перевернуть его. Там 2021 год. Автоматическое сохранение после ключевого маркера происходит. Чего издеваться-то? Почему надо вот F5 все время нажимать? Я в сталкера играю, что ли, тысячу лет назад? Надо все время жать F5. Да. Когда делаешь ремастер, можно, конечно, что-то подправить. Ну, поехали заново. Возьмем эмблемку. Потом нападем на Глисту и победим Глисту. Или что? Или... Или мы взяли уже эмблемку. Ох ты ж, твою налево. Все. Все, мы взяли эмблемку. F5! После взятой эмблемки. Да бесит меня это управление. Я хочу... Причем, вот вы смотрите, когда назад, и нажимаете, типа, ехать назад. Он едет вперед, потому что... Потому что. Потому что ему так нравится. Запускаем протоколы ремонта. Он стреляет, что ли? Пушка? Пушка не сушка. А, он слишком далеко. Он слишком... Да вот опять. Вот я хочу ехать назад, а в силу того, что я смотрю пушкой, он думает, что это ехать вперед. И вот так вот он нам чуть БТР и не сломал. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Ты чё? Давай авторемонт включаем снова. Чук, ремонт. А что у нас с орудийными системами? Может, откроем огонь? Я, конечно, не настаиваю, но было бы неплохо пострелять. А, ты решила выстрелить? Ну, спасибо. О, видали? Загрузка промелькнула. Вот так вот. Ни с того, ни с сего. Вдруг раз. И загрузка. А я буду вот сюда теперь убегать. А теперь вот сюда. Сейчас, сейчас у меня починится чинилка. Щупальцы с рецептором. А если я буду стрелять в щупальцы... Щупальцы с рецептором... А-а-а. Щупальцы с рецептором тоже убивает мой драндулет. Щупальцы с рецептором убивает мой драндулет. Кто бы мог подумать. Очень интересное кино. Ну что, какой-то нехороший червяк убивает меня. Быть такого не может. Командор Шепард. У-у-у. Ну, стреляешь, что ли? У-у-у-у. Обломаешься. А-а-а. Прямо в кислоту. А что будет, если так страшно не орать? А что будет, если начать стрелять? Орудие, орудие. Огонь. 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 Тупорылая. Во-во-во-во-во-во. What the fuck is this? Что это за какой-то мега неубиваемый червяк? А, или пушка не работает, когда мы чинимся. Или она просто не работает. Хочет, работает. Не хочет, не работает. Такая-то, знаете, мощная техника будущего. Ведь в будущем надежность орудийных систем вышла на небывалый уровень. Они хотят, работают. Не хотят, не работают. Хотят, работают. Не хотят, не работают. Да-да-да-да-да-да. Да куда тебя несет-то? Ну вот видите, в чем дело. Я хочу, чтобы он ехал по кругу, а он постоянно подруливает к нему. Потому что я в него целюсь перекрестием прицела. То есть вот я, например, хочу выстрелить. 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 Да выстрелить ты сколько нажимать-то тебя можешь? Тупорылая. Жопоголовая просто управление. Это что, это транспорт будущего? Вы уверены? Вы не теряете колонистов из-за отказов таких транспортов? О, надо же. Теперь ты решил пострелять. Спасибо. Ой, загрузка, смотри-ка, сработала. Убегаем, убегаем. Еще раз. Ну, ремонт, ремонт. Давай-давай-давай-давай-давай. Да хватит там ползти за мной. Ты что, контуженный? Да ну серьезно. А... Как бы я, типа, от него уезжал? Не? Не считого, что ли? А я, типа, уезжаю от него. Это как? Не, не считается? А зачем посреди боя с червяком загорается надпись сохранения, если ничего не сохраняется? Ну, вот так, просто вот у меня такие маленькие вопросы. У меня такие небольшие вопросы просто к логике происходящей. А, загрузка. Он что-то загружает. А что он загружает? А что он загружает? Так. Не-не-не, мы его победим. Давайте пока ремонт поставим. Пока идет ремонт, системы не работают. Ни ускорения, ни орудия. Ждем пока... Все заработает. Орудия, орудия, давай. Да давай, мы его почти победили. Просто стрельни один раз и все. Вот и все. О, ничего себе, нам 7000 монет дали. А кто нам, интересно, дал 7000 монет? Мы на какой-то необитаемой планете убили огромного червяка. Кто нам выбежал и дал эти 7000 монет? Мне просто любопытно. Но любопытно же. Вот вы убили огромного червяка на практически необитаемой планете. Но опыт, допустим, понятно, как упал. Вы, типа, набили руку, чтобы, ну, типа, прокачались в убийстве червя. А деньги-то вам кто отсыпал в этот момент? В супер-друппер. Серьезной фантастики. Видимо, червяк достал даже местный песок, что песок сразу вам скинулся. Ну, конечно, он ползает в нем. Какает в него, писает в этот песок. Песок обиделся. Так. А там, видимо, по этой горной гряде сейчас пойдем. Потому что там, видимо, уже зона задания. Там, видимо, уже полигон. Мне надо чуть-чуть в другую сторону. Но, если честно, вот я бы эти горы сделал непроезжаемыми. Потому что это дико нелепо смотрится со стороны. То есть, вот по каким-то равнинам бы еще ездил. Но вот по таким-то горам, вот это вот, Сайгак БТРный. Ну, так это, знаете, как бы, мягко говоря, вызывает подозрения. Понятно, что игра старая, но вот этот момент можно было тоже подрестать. Ну, вот сейчас смотрите, ну, это же дико смотрится. Вот мы сейчас на эту гору заберемся. Хотя так вот визуально смотришь, вроде как не должны. Ух ты, транспорт. Не мыть, никто может забраться на эту гору. Опа, а что за фигня? Эй, 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 вы что стрелять-то начали? Так. Там по нам стреляют. Я, правда, не понял, кто. Но мы сейчас на них нападем. Все кончено. Ничего не кончено еще. Мы на них нападем по-честному. В рукопашную. Так, Лиара Цани и Гарус. Гарус, я знаю, что ты... А, я же все продал. А ты у нас очень стремно экипирован. У тебя все первой брони, кроме... Ого, легкая броня. Ну-ка, броню давай. Ого, у него фельдеперсовая броня. Смотрите, какая. Нормально. Еще-то единственное, что защита от тех и биологического урона упала в ноль. Вместо 28. Ну, ладно. Бегай пока с броней. Так, Гарус. У тебя 23 очка опыта. Таурианский агент. Который проходит себе представитель. Гарус обучился в мастерском владении штурмовыми и снайперскими винтовками. Да? А почему я не могу добавить? А я не... А потому что не можешь! Не можешь! Так, штурмовыми и снайперскими винтовками поговаривают, что ты обучился владеть. А я хочу еще добавить. Еще... А, не могу... А, нет, могу. Смотрите-ка. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Работай, пожалуйста. Так, есть, прокачали. И поговаривают, что еще снайперские винтовки у тебя на мази. Лечит урон при использовании уничтожения. Давай-давай. Сейчас ты у меня будешь мастер-снайпер и мастер-щикотестер. Все, он прям супер-снайпер. Так, готов. Все-все-все-все-все-все-все. Я это... Все нормально. Так, Леара. Ой. А у нас кальмар-то вообще не прокачанный. Так, ученый Азари сокращает время восстановления всех биотических способностей на 6. Ну, сомнительный ученый, потому что она большую часть времени сомневается. Давай, ученый будет отвечать, что такое барьер. Добавляет к вашим щитам биотический барьер, способный поглотить до 400 единиц урона. О, это дело полезное. Ну-ка, давай. Да, пожалуйста, Рапплюсик. Работай. Да, Плюсик. Что с этим дерьмом? Почему оно... Пожалуйста. Прибавляйся. Надо... Вот когда на Плюсик наводите, он не будет прибавлять. Вам надо вот так покрутить, и не будет прибавлять. Надо еще прям... Нет, не хочет. Во, вот сейчас будет. Так, бросок. Что такое бросок? Бросок это увеличивать силу броска до 650 ньютон. А, вот как. Надо не в Плюсик. Надо сразу в иконку жать. Так, еще 16 очков навыков у тебя осталось. Стазис, барьер. Короче, тебе оружие вообще не прокачивается, да? Никак. Пожалуйста, другое что-нибудь. Так, подъем. Все находящие в радиусе 4 метров поднимается воздух. Противники лежат все возможности двигать. Некоторое время предметы падают. Длительно 6 секунд. Деформация. Наносит целью 6 единиц урона. Снижает защиту цели. Нет, подъем как-то брутальней звучит. Сейчас мы нападем на них в рукопашную и посмотрим, как все это работает. И так, еще 4 очка навыков у тебя осталось. Вот давай первую помощь тогда будешь у нас всех лечить. Как-нибудь. Как-нибудь что-нибудь, да? Все, пойдет. Так, сразу F5. Отряд, слушай мой боевой приказ. Кальмар, бегай с чем хочешь, а ты со снайперкой. Да почему я не могу тебе снайперку сказать взять? Так, тебе снайперку. Ты давай, ладно, со штурмовой винтовкой бегай. Все, пошли. Все, пошли. Сейчас мы нападем на этих негодяев. Так, еще раз F5. Чтобы по 10 раз не просить снайперку взять. Так, что же там за негодяи такие? Оу-оу-оу, тихо, тихо. Занятие укрите. Где? Вот это что? Подъем. Давай, подъем, а ты гаси его из снайперки. Ничего себе, нормально. Так, давай еще вот этот. А ты давай вот этот. Туда вот, на него колдуйте. Оу-оу-оу-оу-оу. Так, мы с таким отрядом сейчас их просто... Просто в клочья порвем. Так, всем аптечку. Аптечку. У него какой-то щит, что ли? У него какой-то щит, что ли? У этого супер-падальщика. Почему он не хочет погибать? Вот этого парня-то будем убивать, нет? Это, короче, какие-то местные мародеры. А, тут еще кто-то остался, что ли? Я не заметил. Ну-ка, давай. Давай, подъем. И когда он подлетит, и снайперки в него. Ага. И где снайперка? Ну ладно. Без всяких снайперок постреляем. Все? Бумс. Готов. Готов, готов. Так, ну что? Поздравляю. Кто у нас первый раз в бою был? Кальмар. Поздравляю, Кальмар. С боевым крещением. Молодец. Справилась с поставленной задачей. Разбившийся зонд. Ну-ка, что же им тут надо было? Электроника. Низкий уровень навыка. В плане электроника. Низкий уровень навыка. Ты что? У меня же в отряде есть. Да, господи. Не это. Вот это. У меня же в отряде есть электроник. Это ученый. А, я и не прокачал электронику. Ха-ха-ха. Ну и черт с вами. Ладно, зато зачистили. Сейчас пока будем квест выполнять. Может, очков навыка дадут. Мы сразу электронику прокачаем. Ой, это не мой транспортер. Что-то я это... Хотя вот этот транспортер мне визуально нравится. Я бы в него хотел забраться. Показывайте путь. А, так вот ты почему не стрелял. Ты пусть застрял в транспортере. Я там колдунство колдую, чтобы он стрелял. А он, твоя моя, не понимать. Ладно, я тебя запомнил. Но я тебе прозвище еще не придумал. На твое счастье. Прозвище кальмар мне нравится. Мне кажется, это очень по существу. Кальмар. Так, сюда едем. И нам надо ехать. Нам надо ехать вон туда. Уи-и-и-и-и. Щаба-ду-ба. Это что за дерьмо сейчас произошло? Мы уперлись в невидимую стену? Игра зависла. Что, потеряла соединение с сетью? А-а-а. Он вообще исчез Но я же уже говорил, да, что типа Игра десятилетней давности могла бы Что ты там, джигу танцуешь, что ли? Танец пьяных испанских моряков? Что это-то было сейчас? Ну-ка, давай еще раз, мне понравилось Так, давай, иди сюда Давай, ну, камон Блин, классно было, давай Оп, оп, оп Чина, оп, а я спываю Понятно А, слушайте, здесь реально невидимая стена Здесь я даже не могу вперед А, нет, уже могу Ну, ладно Пойдем на своих двоих Ну, а что, мы любим пустынные планеты Прогуляемся Благо, у нас есть защитные комбинезоны Ну, а что, ну, все Вселенная реквизировала у нас бронетранспортер Сказала, хорош Хорош, был бронетранспортер, нет бронетранспортера Что по этому поводу думает Кальмар О, а вот и наш транспортер А, там была аномалия Телепортирующая транспортер Вот и все, вот и без проблем Все, видали? Шли, шли И пришли Ну, и все, поехали Мощно, мощно Очень серьезная фантастика Очень мощный ремастер Поменяли текстурки на текстурки в высоком разрешении А починить то, что сломано Мы не стали чинить то, что сломано А, слушайте, мне надо на самую высокую гору есть Теперь я мака переименовываю в горного орла Ну, и что, и где этот комплекс? А, это точно комплекс? Похоже, будто кто-то какашек накидал И они засохли здесь Ну, ладно, поехали Ну, а что, всякое бывает Давайте исследуем Ну, и что же тут за суперкомплекс? Я прикрою тебя Защитю тебя своим телом Радиовышка Устройство передает сильный сигнал на геостационарную орбиту Это приводит к искажению сигнала GPS-систем разведгрупп И становится причиной их крушения неподалеку Отключить передатчик Видали? В будущем, оказывается, все очень просто сломать посадочные модули разведгрупп Просто глушите им сигнал, и все, и они разбиваются Так, хорошо А где искусственный интеллект, который мы должны тут... У-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю-ю... Нет, все Ну, видимо, да Может, на какую-то другую планету мы должны лететь в этой системе? Как бы я больше не вижу ничего Карта Здесь мы были, обломки Все, червяка убили Ну и собственно говоря, все Проспавшая разведгруппа Найдите пропавших исследователей Антео, скопление Гамма и найдите пропавшую разведгруппу Тут не обновилось Видимо надо А, может эта планета здесь Этот датчик, может на другую планету улететь Черт его знает Черт его знает Ну ладно Я предлагаю вернуться на Нормандию И там разберемся В тупик, в тупик Загнали капитана Шепарда Он не знает Не знает, как искать пропавшую разведгруппу Он с червяком повоевал и все Так, карта галактики Ага Капитаны никакие на связь не выходят А зачем мне Требин, если мне надо Антей? А, ну я в системе, да Эдмос О, давайте еще раз посмотрим Сюда я могу приземлиться? Нет, не могу А сюда я могу приземлиться? Нет, не могу А сюда? Тоже не могу А вот сюда Нет, не могу Ну все правильно Мне надо было сесть на эту планету Все Нет, ребят Я что-то не понял, короче Я там что-то не понял, как надо сделать Давайте еще раз Антей А тут у нас какая Фарианта Антей Фарианта И мы сейчас шуршим Гамма Аида Так, еще раз читаю задание Ни черта не понятно Смотрите по списку Почему бы не сделать маркер заданий Да, почему бы не сделать маркер заданий Действительно Свидетельство Какой? Пропавшая разведгруппа Отправляйте систему Антея В скоплении Гаммы Аида И найдите пропавшую разведгруппу Так Мы в скоплении Гаммы Шмамбы Да, все Мы в скоплении Антей Все правильно Ну, ребята Надо что-то Я вот здесь что-то не сделал Что-то здесь я не сделал Давайте еще раз прокатимся И поищем пропавшую разведгруппу Ну, так же Так же Давайте еще раз прокатимся Что-то мы тут не нажали Что-то мы тут не нажали Или что-то мы тут не нашли Бамс И вместо головы У всех лепешки сплюснутые Так, давайте снова карту Давайте еще раз в обломки Вот в эти закатимся Может в обломках надо было найти А, подождите А что мы в обломки закатимся? У меня электроника низкая А я могу состав команды отсюда поменять Так, подождите Все Стой Да, не прыгай, а стой Все Назад на Нормандию Электроника у коленки, по-моему Высокий уровень взлома Сейчас мы возьмем коленку Вместо Вместо того, кому я прозвище не придумал Все И коленка с нами Пойдет Так Коленка Что ты у нас можешь? Кайден Оленка Ну или коленка Биотекти Технические умения Вот, у тебя технические умения есть А, барбулятор у нас вообще техник первоклассный Все, значит барбулятор Ты не пойдешь И кальмар Может вот ту капсулу, которую я не смог взломать Это и есть пропавшая разведгруппа А я их, может, всех перестрелял Всю эту пропавшую разведгруппу Может же такое быть? В легкой вообще Но исторической справедливости ради Они первые по нам начали стрелять Мы только защищались Ну вообще у меня Шепард такой парень Достаточно циничный получается Ему вообще пофиг В прошлом прохождении он просто всех перестрелял Потому что не в тот дом зашел И не мог найти ключевого персонажа Ого Вы думаете, что я не смогу преодолеть Эту высокую гору? Но нет Действительно, смотрите-ка Вторая гора в игре Которую я не смог преодолеть Но я по краешку ее обхету Как говорит рыбка Клаус из Американ Дэд Мы немцы, подлые нахоут Ну и что, катись, катись Давай вот Мы прямо почти Вышли на маркер Оооо А я тут какие-то каменюки нашел Слушайте, меня не было перед этими каменюками Ну это вряд ли пропавшая разведгруппа Если только это не их надгробья Но все равно Месторождение Плутония Ооо, я прямо чувствую Как я мутирую уже под Плутонием Я как земляной червячок Джим сейчас буду А с вас Джим Готово И нам сразу заплатили плюс 3,5 тысячи Опять же, кто нам заплатил Сразу же, неизвестно Может быть, опять песок скинулся по мелочи И заплатил нам Вперед Усталость забыта Колышется чат И снова копыта Как прежде стучат И нет нам покоя Ни ночью, ни днем Мы Шепард, мы Шепард, мы Шепард, мы Шепард И Экипаж с конем Дрын-дрын-дрын-дрын Дрын-дрын-дрын Слушайте, ну да Правда, похоже на Те капсулы, которые там разбивались Сейчас у нас есть технические умения Сейчас мы все узнаем И че? В плане низкий уровень электроника У меня есть с собой целый Специально обученный Вот, дешифровка А вот электроника А сейчас мы тебе накинем Такой уровень электроники Что прямо Вот тебе Максимальная электроника Ой, взлом давай Будешь у нас мистер взломщик Будешь бильбо-бэггинсом Мистером взломщиком Так А вот так А что теперь ты скажешь? Ага Давай, унигель Полоневые патроны Удлинение рельсы Улучшение брони Здорово Просто великолепно А где мне искать А у меня Не, я, короче Офигеваю просто От этой игры Серьезно А скажите Она и И На выходе такая же была И найдите пропавшую Разведгруппу Антеев Скопление Гаммы Аида Я могу высадиться Только на эту планету Никаких пропавших Разведгрупп Я здесь Хоть убейте Не вижу Или это типа Такое задание Типа А вот такое задание Да Катайся Катайся Серьезно Попахивает же Маразмом Если честно Так Там был этот Дурацкий маяк Ну Может я вокруг Этого Вокруг Маяка-маньяка Все плохо осмотрел Ну давайте еще раз До туда доедем А можно транспорт улучшать Чтоб у него Форсажа Надольше хватало Ну сейчас проверим Сейчас проверим В общем такая игра Игра называется Сломай себе мозг Сам Так Ну Здесь была вот эта штука Мы ее отключили И ничего не произошло Здесь вот куча Этих Обломков Капсул валяется Может я какой-нибудь Суперважный обломок Не заметил Может вот здесь Какой-нибудь обломок Лежит Да нет Это уже далеко От скопления задания О давайте Пешочком еще раз Пройдусь Да ну нет Не надо туда бежать Так Эта штука Неактивна Эта штука Неактивна Эта штука Неактивна Доложить капитану Я тоже ничего не могу Все мы просто Выключили этот рубильник И ничего не произошло Может его взорвать надо Ну-ка Да нет Ты здесь ничего неактивно Короче ребят Это все неактивно Я понятия не имею Мы нашли кучу Разбившихся капсул Но никому об этом Даже докладывать не будем Ну Собственно говоря Я сдаюсь Я черт его знает Что надо делать Мы были на всех точках интереса И даже нашли Вот немножечко Полезностей Ой я не знаю Тут нас вообще Пугали целым полигоном Разведгруппой Там Бу-бу-бу Ну давайте еще раз проверим На какие планеты Можно высадиться Может я реально затроил Ну что значит Может я в прошлом прохождении Не в тот дом зашел И бегал ругался Здесь Здесь что-то точно такое же Типа из разряда Не в тот дом зашел Вот я больше чем уверен Что сейчас мы Зайдем на карту Например И найдем еще какую-нибудь Планету На которую можно высадиться Ну а кстати написано Разведгруппа Находящаяся на поверхности Отслеживает геологические Метеорологические изменения Произошедшие в результате Тестового столкновения Большая часть воды По-прежнему находится В виде атмосферного пара Тонкого слоя облаков Уже произошло Все признаки говорят Потому что на этой Суровой планете Скоро пойдет первый дождь Работу исследователей Группы затрудняют Частые механические поломки Компьютерный сбой Спутниковой GPS системы Вредит GPS Но мы сломали штуку Которая им вредила работать Давайте еще раз Нет, мы на правильной планете Сюда сесть нельзя Сюда сесть нельзя Сюда сесть нельзя Сюда тоже нельзя Нет, мы на правильной планете Я просто что-то не понимаю Что там надо делать Это первый вариант Второй вариант Она сломана И что-то все-таки Не работает Ну Блин Система Антей Тут вообще другая планета Фарианта Ну давайте на Фарианту Мотанемся Но это вообще Другая система Вообще другая система Нам туда и не надо пока Поступило сообщение Соединяю Капитан Мы рады, что вы оказались здесь У нас возникла ситуация Требующая вашего вмешательства Группа фанатичных пивотиков Похитила председателя Парламентского подкомитета По изучению сверхлюдей Их грузовое судно Получило повреждения И застряло в космосе Отправляйтесь туда И разберитесь Это вообще другой квест Вообще другой квест Каковы требования биотиков? Это биотики класса L2 Большая часть из них Страдает от побочных эффектов Имплантатов Подкомитет председателя Недавно отказал биотикам Класса L2 В выплате компенсаций Судя по всему Они хотят Чтобы председатель Пересмотрел свое решение Вас понял, адмирал Посмотрим, что можно сделать Благодарю, что выслушали меня, капитан Но это же вообще другой квест Посылаю вам координаты Их грузового судна Удачи Пятые плотилия На двой Но мы вообще ушуршали На другой квест Просто реально на другой Не пну Не пну и не ударю Давайте разведаем Редкоземельный элемент Отлично Отлично Тут тоже что-то можно разведать Во время сканирования планеты Юнтаума Были найдены обломки Грузового корабля Находящиеся в центральной части Затухающей орбите Спасательная команда Обнаружила следи нападения бандитов В следе немногочисленных Ценных предметов Был обнаружен Братерианский диск с данными Пойдет Но это какой-то другой квест Так, сюда вообще ничего у нас нет Не разведать Ничего Можно такое описание читать Не пнул, было Так, Антарио Это что у нас получается? Что за квеста хоть знать? Ладно, хорошо Перескочим Это тоже в гамме Аиде В этом же В этой Солнечной системе Или что это? Я не знаю В созвездии Созвездия, а потом система, видимо Короче Давайте теперь методом исключения Найдем, что же это за Квест Пратерианские диски с данными Заложник Найден грузовой корабль Системы Фарианты Скопления А, во Вот это что? Это заложник у нас Найдите на борту Зайдите на борт Грузового корабля Вот это что? Ага Вот это что? Заложник? Это квест-заложник Тот я не понял Как выполнить Антарио Антарио Модульный транспортный корабль Класса Коулун Разработанный землянами Предназначенный для грузовых И пассажирских перевозок Корабль пытается на максимальной скорости Уклониться от закупления строя Владелец Частное лицо Станция Цитадели Зайти на борт С разгона Саташданг Зашли на борт Так На борт Пойдет Раз там у нас земляне значит пойдет значит пойдет кто значит земляне не пойдут и чтоб всех пугать ну все заходим заходим на борт надеюсь по нам сразу стрелять не начнут так давайте в 5 на всякие пожарные короче мы с того квеста перескочили на квест вот этот вот медведица что моя винтовка тяжелая броня человек ну-ка что это за броня такая немедленно надо посмотреть то во снаряжение конечно броня средняя броня чай гладиатор тяжелая броня медведица она лучше хочу медведица а значит надо что значит надо шепарду прокачать боевую броню доступно умение первая помощь теперь можете использовать тяжелую броню давай еще одну ячейку вот так хочу тяжелую броню медведица 5 ну-ка давай экипировать а что у меня там улучшение нет не надо ухты какая стильная беленькая прям как имперский штурмовик так теперь давай улучшение брони кинетический буфер так вот это стремное улучшение брони до свидания вообще весь мусор преобразовать зачем мне регенератор счетов 3 уровня хотя подождите у меня в отряде два человека еще есть им тоже можно броню выдать но у меня там есть ладно пойдет так что у меня есть самое крутое кинетический буфер состояние жизненно важных систем организма инъекции генетически модифицированных стимулятор плюс 12 4 плюс 12 точность движений нормально а модуль щита плюс 100 щиты нет вот эту штуку хочу поставить об поставили все нормально телохранитель 3 ладно ставим так и сохранимся сразу что по 10 раз одно и тоже не переключать все обзавелись и жирненькой бронь кай обзавелись жирной броней сейчас по нам будет стрелять я прямо чувствую что сейчас по нам будут стрелять и не надо убивать заложника вы чё так ну-ка всех поднять воздух а ты стреляйте снайперки потому-ка у поднимем воздух а меня сковала супер кинетическим щитом то что такое то да что за нафиг то зашел зашел называется но в меня вот это синенький шарик попал надо от него уклониться так ладно хорошо это еще броню поменял так отряд значит ну чё вы такие прям в упор к вам надо подходить те пофиг из чего стрелять ты давай штурмовые винтовки не давай из дробовика мы тут в замкнутом пространстве колбастих из дробовика а я буду и штурмовые винтовки по-другому не по-другому не по-другому не обучен опа проходим сюда так если хотим спасти как это как это произошло я же за ящиком спрятался но серьезно да но я же не мне просто интересно я согласен что они мощные эти антибиотики антидепрессанты ну как-то любой мощности должен быть предел поднять товарищей так ну ка огонь из винтовки тихо 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 все я отступаю я отступаю у меня погиб этот ноунейм так ну-ка пошли кальмар а щас 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 давай высовывайся а я смотрю на того кто за ящиком давай пусть он взлетит и полетит а чё где под подкинь его в воздух так хорошо ты упырь вставай так вставай 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 отступаем коридор так а это свои простите ну-ка давай сюда пробивая щит так мы должны найти заложника быстро быстро ищем заложника зарядка 1 2 на зарядку становись так и где нам искать заложника из его используем карту на карте точно нарисовано все я я я я я правильно бегу я правильно бегу быстрее быстрее надо вот сюда сейчас мы спасем заложника хоть один квест выполним потому что на нем понятно все сделано видите как бывает ты пишешь письма на всем на тебя плевать люди признают только грубую силу так и может я умею и закончу этот спектакль пожалуйста я же пытался вам помочь а лицо этого чувака очень похоже на лицо этого из прошлого прохождения уничтожьте их не будьте идиотом успокойтесь не нужно делать того о чем мы все потом пожалеем а почему нет что нам терять реально то же самое лицо решил что компенсации нам не положено так что ради чего нам жить но я передумал я увидел вас и понял что вы заслуживаете засоса засос был шанс некоторые л-2 стали калеками из-за побочных эффектов имплантатов но вы проголосовали против компенсации вам нужен бернс вы не должны умирать это ваш последний шанс в атаку не будьте идиотом слушайте но я бы конечно рад я за выплату компенсации всем пострадавшим это прямо моя гражданская позиция компенсацию выплачиваете но у меня нет такого диалога или вот он есть но я не могу понять где именно это во первых во вторых я уже все равно убил кучу ваших этих прибиотиков антибиотиков поэтому черт вы знаете давайте не будьте за это горях ним так не будьте идиотом если вы погибнете в бою умрет еще много биотиков что вы имеете в виду вы навредите своим вы уже не понимаете подумайте головой идиотов навредите своим давайте если люди начнут думать что в биотики l2 жестокие экстремисты кому от этого станет лучше но люди должны узнать о том что натворила правительство и о том как она закрывает на это глаза люди уже услышали об этом не обязательно убивать меня чтобы доказать свою правоту вы правы я не хочу умирать может в этот раз что-нибудь изменится мы сдаемся спасибо капитан когда они меня забрали я думал мне конец и я прослежу чтобы выплату компенсации повторно обсудили я не знал что они в таком отчаянном положении а как быть с теми которых я перестрелял на входе подошла еще бы вы знали это что-то дерзкое видимо давайте значит вы плохо выполняли свою работу вот крейсер 5 флотилии заберет вас а ну вот и все председатель бернс ничего себе ну-ка спасибо капитан они меня забрали я думал мне конец короче чтоб все получили выплату понятно но чувствуете до уровень супер друпер серьезной фантастики пришел сказал пустите его да конечно отпустим и всех сразу отпустили дробовик гранаты а ну нет сейчас я оборудование буду собирать потому что я все это оборудование переработал в унигель все пятого уровня ладно тоже все возьму потому что этом все переработал ну и все вот так мы выполнили квест хоть один квест мы сегодня выполнили правда не тот который должны были ну какая разница так броня человек телохранитель штурмовая винтовка тоже все возьмем это типа штурманская это короче кабина пилотов вот а здесь у нас что я просто хочу теперь пособирает все крио взрывчатка тоже взять крио взрывчатка тоже взять у меня отряд помаленечку прокачивается и шепард помаленечку прокачивается но но вот ну 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 не серьезная же фантазия вот мы вломились вроде как должны были спасти да но мы перебили кучу этих чуваков сломление типа взявшего в заложники вот этого чувака сегодня когда как-то мы очень быстро его уговорили то он был готов застрелить этого чувака тут уже сдался ну такое себе как-то здесь для серьезности здесь все весьма несерьезно мы знаем может мне так кажется может мне после третьего ведьма так ведь это ведьмака так кажется где все таки как-то и побольше строчек реплик диалога и как-то они прям ну так это реально проникаешься и не всегда ты твой выбор он прям правильный иногда ты такого говна наделал что лучше бы не вмешивался а здесь как-то отпустите отпускаем ну такие ладно вообще не в ту сторону иду мне вон туда надо но отряд мне мой нравится правда я пока не просек что же такого супер мощного кальмара вот мощно колдует а этот чувак без прозвища пока я не знаю что он может делать а ну все вот мы на выход пришли тут и что взломать нет тут я взял броню медведица пойдет все возвращаемся на нормандию докладываем и хорош на сегодня получается должны были один квест выполнить но я не понял как его выполнять мы там все выключили и разведгруппу пропавшую так и не нашли может надо было просто на бронетранспортере по кругу там ездите и все поступило сообщение соединяю капитан спасибо что помогли разрешить ситуацию заложниками да без проблем председатель бэнс восхищается тем что вам удалось разрешить этот конфликт мирным путем ну как мирным ну молодцы спасибо я правда квест так и не выполнил все назад так ладно хорошо я в этой системе все равно не понял куда лететь куда лететь куда лететь не понял я куда лететь так я хочу поговорить со своими чуваками тут же еще и надо с командой говорить они иначе заскучают я же правильно понял тут правда очень долго ездить до них чтобы поговорить и очень такой неторопливый лифт еще у нас маленький фрегатик но на нем лифт есть можно было лестнице поставить корабль то в принципе небольшой эти глюки освещения тень подгрузилась отдельно что за 10 лет ой ребят но надо было чинить это же откровенно надо было чинить ну правда игру то надо было чинить прежде чем выпускать ее еще требовать за нее с наглой рожей три тысячи рублей три с половиной так интендант альянса о тут можно что-то прикупить видимо давай поговорю с тобой капитаны вы хорошо поработали я знал что работать со спектром интереснее чем просиживать в сбц вам уже приходилось работать со спектрами нет но я знаю что они из себя представляют спектры сами устанавливают правила могут поступать как им хочется в сбц ты шагу в сторону не сделаешь чертовы бюрократы вечно дышат в спину у каждого правила есть своя причина может быть но иногда кажется что правило существует только чтобы мешать мне работать если я ловлю преступника какая разница как именно я это делаю а сбц хочет чтобы все было как положено главное протокол порядок потому я и ушел оттуда значит вы ушли потому что вам не нравились их методы дело не только в этом начиналось все неплохо но чем выше я поднимался тем больше становилась канцелярщина то как сбц работала по делу сарана типичный пример я больше так не смог ненавижу уходить это еще не конец света вам скоро придется принимать более серьезные решения да пожалуй вы правы уж я точно попытаюсь получить удовольствие от этой поездки и без сбц за спиной я пожалуй смогу для разнообразия поступать так как мне хочется главное делайте свою работу а то можете поступать как вам угодно спасибо капитан так и чуть-чуть экспы мне добавили то что я с ним поговорил ничего себе давайте с кем еще не поговорил эшли ты не же глент капитан есть минутка поговорить по служебному делу сержант нет сэр то есть да я знаю что на борту нормандии свои порядки но меня волнуют инопланетяне вакариан и рекс при всем моем уважении капитан должны ли они иметь полный доступ к кораблю говорите прямо сержант что вас волнует это самый совершенный корабль альянса вряд ли мы должны давать им возможность совать нос во все важнейшие системы двигатели датчики вооружение но если таурианцы помогали нам строить этот корабль а этот к 1 не придумал прозвище таурианец то конечно догнать его санными тряпками вы не доверяете союзникам альянса я бы не стала называть расы входящий в совет союзниками людям нужно научиться полагаться только на себя только на себя ага ну глент да глент ты чё-то туповатенький как отполагаться на себя вы перешли к оскорблять союзников я не хочу сказать что мы должны их оскорблять капитан я не хочу сказать что рот должен открываться на репликах с ними расстаться как благородно не казались бы члены совета если они окажутся приперты к стенке то бросит нас лейтенант вы свое бубучие мнение втираете капитану который ну на несколько ступеней по званию выше вас засуньте свое мнение себе взад идите на кухню драйвить картошку у вас пессимистический взгляд на мир вы зачем ты вообще что-то объясняешь это тот кого оптимист называет реалистом послушайте если на вас напал медведь единственный способ выжить это науськать на него свою собаку и броситься на утек как бы вы не любили собаку она не человек это не расизм не совсем раз и входящий в совет всегда будут для них важнее чем люди похоже вы долго размышляли над этим уильямс почему вы так думаете мои предки защищали альянс со дня его основания мой отец дед прадед все они брали в руки оружие и давали присягу пожалуй мы просто привыкли считать интересы земли своими интересами хорошо я понимаю чем вызвано ваше беспокойство вильямс но таковы условия нашей миссии хотите или не хотите но работать с инопланетянами вам придется нет проблем капитан вы говорите упала отжалось я падаю и отжимаюсь скажете поцеловать турианца поцелую как начать меня фу я не хочу с глянтом мутить туповатенький страшненький я рад что у нас не будет проблем что-нибудь еще капитан что вы думаете о последней миссии вы говорите о рахне да они были опасны капитан и доказали это две тысячи лет назад думаю отпустить ее было ошибкой но это было не мое решение ваши если вы еще не говорили с доктором the sony может быть стоит это сделать она только что лишилась матери это больно я так думаю капитан я говорим почему я думаю думаю что у меня на корабле чрезмерно думающий лейтенант для лейтенанта ты шибко много думаешь а это типа шкафчик я нажимаю на шкафчик и шкафчик то ли шкафчик рекса ничего себе я могу отсюда еще их экипировать понятно рекс шепард что я могу для вас сделать расскажите свою историю раз нет никакой истории хотите историю спросить акварианку вы и кроганы живете сотни лет неужели у вас не было интересных приключений однажды турианцы чуть не уничтожили всю нашу расу было весело какая неудача подумаешь что как не реагировать на эти с надписи они пытались сделать то же самое с нами но мы их отбили это другое а по-моему то же самое значит ваш народ тоже заразили генной мутации инфекции из-за которой живым рождается один ребенок на тысячу и она наверное уничтожает весь ваш вид пожалуй все не так я не жду что вы поймете просто не сравнивайте людей с кроганами я просто поддерживал беседу я не хотел вас огорчить глупость меня давно не огорчает шепард я давно перестал думать о своем народе мы заражены генофагом но губит нас не это можете мне рассказать о генофаге это интересненько масти спросите саларианцев они его создали все что я знаю он делает размножение практически невозможным тысячи рождаются мертвыми а большинство женщин даже не может зачать все кроганы заражены каждый а лекарства никто не спешит искать и ваш народ правда вымирает сильнее мы точно не становимся мы слишком рассеялись никому не хочется оставаться в родной системе многие виды покинули свою родину и все же процветают но они колонизируют новые миры а мы не поселенцы мы воины мы хотим драться и мы улетаем идем в наемники большинство не возвращается можете мне рассказать нужны все все кроганы заражены каждый а лекарства никто не спешит почему кроганы не ищут лекарства когда вы в последний раз видели крогана ученого спросите крогана что лучше искать лекарства от генофага или драться за кредиты он выберет драться уж такие мы шепард я не могу это изменить никто не может интересное шепард это веточка интересная так слушайте ну сними правда надо болтать прикольно они всякие байки рассказывают так а в двигателях у нас роется кто а барбулятор роется барбулятор в двигателях тусуется давайте с барбулятором поговорим так инженер адамс барбулятор у вас удивительный корабль шепард я никогда раньше не видела такого реактора не верится что вам удалось поставить его на такое маленькое судно я начинаю понимать почему вы люди так успешно турианцы поставили до альянса настолько совершенно нормандия прототип передовая технология месяц назад я заправляла переделанный тягач с помощью самодельного шланга а сейчас путешествую на борту одного из лучших кораблей в пространстве цитадель я должна еще раз поблагодарить вас за то что взяли меня полет на таком корабле мечта наяву не знал что вас так интересует технологии космических кораблей таковы всех вариантов мигрирующий флот ключ к выживанию нашего народа корабли наш самый ценный ресурс но ничего подобного у нас нет нам приходится обходиться старой и поддержанной техникой стараемся поддерживать ее на ходу пока можем часть крупных кораблей флота осталось еще с тех пор как мы бежали от гетов неужели вы еще летаете на кораблях которым по 300 лет их постоянно ремонтируют и переоснащают красивыми их не назовешь но они действуют более менее мы пытаемся добиться максимальной независимости сами выращиваем пищу сами добываем и перерабатываем топливо но кое-что самим сделать невозможно я заплатно корпус нужно сырье которого у нас попросту нет вот почему паломничество так важны для нас так сядьте на каких-нибудь мирах запросите помощь у советов он пусть вам помогут не у света в плане советского союза у совета в плане вот этого расскажите о своем народе жизнь наша нелегка ресурсов не хватает мы все время в пути все что мы короче космические цыгане иначе идти на пользу мигрирующему флоту воплотили 17 миллионов вариантов выживание каждого зависит от остальных мы все тесно связаны друг с другом к сожалению для этого приходится жертвовать многими правами и свободами которые другие принимают как данность какими именно свободами например родителям запрещено иметь больше одного ребенка если население слишком возрастет наши ресурсы быстро истощаться но конечно и слишком низко наша численность не может падать если она снижается запрет на деторождение на время снимают крайних случаях даже стимулирует многодетных матерей хотя к таким мерам конклаву не приходилось прибегать уже почти сто лет это ваше правительство конклав это гражданская ветвь власти каждый корабль избирает представителя состав конклава который принимает решение касающиеся всего флота а по делам отдельных кораблей последнее слово остается своих капитанами эта традиция уходит корнями в то время когда флот жил по законам военного времени к счастью в наши дни большинство капитанов хватает ума иметь выбранных командой советников значит высшая власть принадлежит выборным представителям на практике да обычно правила для повседневной нашей жизни устанавливают конклав и советы кораблей но в теории мы все еще под военной юрисдикцией пять высших офицеров флота входят в состав коллегии адмирала при чрезвычайной ситуации они имеют право отменить любое решение конклава для этого адмиралы должны прийти к единому мнению и сделать это можно лишь единожды после этого вся коллегия должна подать в отставку это хорошая мера предосторожности за почти что три столетия коллегия отменяла решение конклава всего четыре раза я хочу побольше узнать о гетах вряд ли я смогу вам рассказать что-то чего вы сами не знаете с тех пор как они отправили мой народ в изгнание прошло почти триста лет вы же сами их создали правильно я знаю лишь историю их появления чем они были когда мы их создали как они обратились против нас интересно изначально геты создавались в качестве автоматической рабочей силы их интеллект был тогда ограничен как у любого в и потом в их программу вносились модификации чтобы они могли выполнять все более сложные задачи и они все больше становились похожи на настоящий и и почему же совет не вмешался и не остановил вас это не был настоящий и и возможно мы раздвигали рамки закона но никогда не совершали ничего по-настоящему преступного изменения были такие небольшие постепенные что мы могли их контролировать как нам казалось но мы недооценили потенциал нейросети миллион одновременно мыслящих гетов создал нестабильную в своей основе матрицу то есть у гетов коллективное мышление многие логические системы гетов разрабатывались из расчета на взаимодействие с другими гетами грубо говоря чем их больше тем они умнее значит у них что-то вроде группового сознания нет ничего такого они не могут обмениваться сенсорными данными или информацией программа не справиться с таким количеством входящих данных каждый гет имеет индивидуальное самосознание нейронная сеть работает только на уровне процессов это нечто вроде искусственного аналога подсознания но оказавшись рядом они могут координировать низкоуровневые процессы приобретая большую способность к оригинальному независимому мышлению что привело их к восстанию мы изготавливали все больше и больше гетов и их мышление становилось все сложнее и абстрактнее однажды один гет стал задавать контролеру к варианту вопросы о природе своей сущности я живой? почему я здесь? каково мое предназначение? можете себе представить какую панику это вызвало? и что вы сделали? мятеж обретших разум гетов в такой ситуации был неизбежен мы знали что они восстанут против нас и мы нанесли удар первыми по всем к варианским системам был распространен общий приказ о подключении всех гетов геты отреагировали с яростью нельзя винить того кто бьется за свое выживание у нас не было выбора геты были уже на грани восстания действуя быстро мы имели шанс закончить войну до ее начала надежда была на то что большинство гетов еще просто машины не способны к организованному сопротивлению но их прогресс зашел намного дальше чем мы думали война была долгой и кровавой от их рук погибли миллионы и миллион экварианцев в конце концов мы вынуждены были бежать с родной планеты мы боялись что геты станут нас преследовать но они так и не вышли за пределы вуали теперь мы изгнанники ищущие способы вернуть то что прежде было нашим а я вам так скажу не хотите проблем с искусственным интеллектом не разрабатывайте искусственный интеллект зачем вы их совершенствовали что вот они выполняют примитивную работу пусть выполняют работу посложнее сами делайте пусть дальше примитивный пол нет не надо совершенствовать как знаете а мы даруем роботам самосознание зачем мне не надо чтоб микроволновка думала за меня мне надо чтобы она разогревала еду они защищали себя так вам и надо вас трудно жалеть ваши предки пытались истребить другой вид мы сделали ошибку когда стали создавать гетто начать с ними войну вот это ошибкой не было если бы мы не стали действовать они уничтожили бы нас это искусственная форма жизни органика им не нужна никакая но тем не менее форма жизни почему они отрезали себя от всей остальной галактики почему убивают всякое органическое существо которое хочет пойти с ними на контакт сарана они не убили и что вам это говорит кеты вовсе не невинные жертвы они наши враги они хотели уничтожить нас не только кварианцев всю органическую жизнь вот почему они встали на сторону сарана и вот почему мы должны его остановить я хочу побольше узнать о паломничестве когда мы достигаем зрелости то покидаем родные корабли и ищем места в новом экипаже это необходимо для поддержания генетического разнообразия но ни один корабль не примет того кто станет для него обузой и чтобы проявить себя мы отправляемся в паломничество улетаем в одиночку оставив плотилию своих родных вернуться можно лишь когда найдешь что-то ценное что можешь привести с собой это что-то преподносится в дар капитану корабля на который ты хочешь попасть если дар принимается тебя берут в команду а капитан может не принять этот дар так бывает не часто большинство капитанов стремится увеличить размер команды это повышает их статус в обществе даже если дар не слишком ценен по традиции капитан обычно принимает его хотя предложить ему плохой дар это позор не лучший способ произвести хорошее впечатление на новых товарищей большинство паломников не возвращается пока не найдет что-то приличное неужели вас посылают по одиночке это не значит что нас просто выгоняют перед уходом нас обучают тому как выжить за пределами плотилии и дарят много всего полезного еще нам ставят имплантаты для борьбы с болезнями из-за поколений жизни в изолированной управляемой среде у нас существенно ослаб иммунитет так что улетаем мы в паломничество хорошо оснащенными это как обряд инициации его проходят все кварианты будь он опасен нас осталось бы мало практически каждое паломничество кончается триумфальным возвращением и ритуалом преподнесения дара капитану я хочу поговорить о другом о чем например до свидания увидимся ладно в следующем прохождении мы пойдем по три дня с остальными членами экипажа истории конечно у них интересные прям ну пока что у ящерицы самая интересная история ладно дорогие друзья такое прохождение получилось побочный квест выполнили но не тот но выполнили ладненько всем спасибо за просмотр с вами был антоха играет до новых встреч пока пока